С 2008 года неврологическое отделение 5-й городской больницы является крупнейшим нейрососудистым центром региона для оказания экстренной помощи пациентам с инсультом. С таким заболеванием в медучреждения ежегодно поступает около 8 тысяч человек. Чаще всего это люди пожилого возраста. Врачи говорят, если вовремя заметить признаки инсульта, серьезных последствий можно избежать. Для этого можно использовать так называемую шкалу FAST. Она состоит из английской аббревиатуры. Буква F – это фейс, лицо. Пациента просят улыбнуться. Если он улыбается на одну сторону, это важный симптом, который позволяет заподозрить инсульт. А – это арм, это рука, это слабость в руке. И пациента просят удерживать руки на весу. При наличии инсульта очень часто с одной стороны рука слабая, она начинает опускаться. С – это спич, это речь. Нарушается речь, она становится нечеткой. Либо пациент не может подбирать слова. Последняя буква Т – это time, это время, которое говорит о том, что надо как можно быстрее попасть в больницу. В случае инсульта время – самое важное, что у нас есть. Специалисты советуют при первых признаках звонить в скорую. Это поможет не усугубить ситуацию. Например, у Любови Агафонова не было никаких предпосылок. Смотрела телевизор, как вдруг резко почувствовала слабость в руке и потеряла речь. Пациентка уже четыре дня находится на реабилитации и речь постепенно восстанавливается. Благодаря специальным упражнениям и работе с логопедом. Как и у многих постинсультных больных, у нее есть речевые нарушения. Это Любовь Дмитриевна. Она с хорошими восстановительными способностями. И у нее достаточно хороший прогресс. Сейчас для реабилитации пациентов используют все возможные техники. Как работу с логопедом, так и робототехническое оборудование. С его помощью мышцы вспоминают двигательные импульсы. И тем самым к пациенту возвращается чувство руки. Кстати, факторов возникновения инсульта несколько. Прежде всего, наследственность и пожилой возраст. Но в последние годы инсульт настигает и молодых. Чтобы снизить риски, говорят врачи, нужно вести здоровый образ жизни. И прежде всего, отказаться от алкоголя и курения. Отказ от табакокурения позволяет уже с первых дней начать снижать этот риск. И через пять лет после отказа от табакокурения индивидуальный риск развития инсульта становится таким же, как у тех людей, которые никогда не курили. А еще нужно заниматься спортом, правильно питаться и контролировать свое артериальное давление. И тогда шансы попасть на больничную койку будут стремиться к нулю. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.